Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Еще один сочинский долгострой будет сдан летом. Заветные ключи получат 185 дольщиков фристайла. Новый год в варежках. В Сочи разработали концепцию украшения курорта к главному зимнему празднику. Сломал? Напечатай запчасть или игрушку. Центр молодежного творчества учит сочинцев 3D-моделированию. Вечные ценности и вечные конфликты. Позднюю любовь Островского поставили в новом театре Сочи. Они первые, кто следит за порядком. Участковые и уполномоченные полиции готовятся к своему профессиональному празднику. Его отметят в это воскресенье. А сегодня в преддверии торжественного дня правоохранителей поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратев приехал в Краснодарский университет МВД. Главе региона показали, как на полигонах полицейских готовят к реальной работе. Кроме физической подготовки, в современных классах оттачивают навыки стрельбы. Тир оборудован интерактивным экраном, который максимально погружает в боевую обстановку. Имитируется ситуация. Вот он сейчас с поднятыми руками. Только схватил пистолет с целью поразить сотрудника, сразу идет выстрел на поражение. Созданы все качественные условия. На самом деле для их будущего качественного нанесения службы. Я сегодня могу смело сказать, что очень высокая, высокопрофессиональная подготовка у сегодняшних курсантов. Безусловно, завтрашнее подспорье. Их уже еще раз почерпнуло очень успешной и качественной службе по любому направлению правоохранительной деятельности. В Краснодарском крае сейчас службу унесут почти 2000 участковых. Одним из главных результатовых работы в текущем году стало снижение преступлений на бытовой почве почти на 15%. 185 дольщиков компании «Фристайл» получат долгожданные квартиры летом. Жилой комплекс на переулке Трунова планировалось построить несколько лет назад. Однако застройщик не выполнил взятые обязательства. Сегодня на объекте снова кипит работа. Администрация города нашла инвестора, компанию «Альпика», которая взялась достраивать объект. Сейчас здесь уже стоят корпуса домов. Строители готовят площадку для парковки. Ход работ проинспектировал первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский. Первая очередь объектов должна быть готова до 1 сентября. Однако, как уверяет представитель фирмы-застройщика, работы будут завершены раньше. По проекту здесь предусмотрено около 400 парковочных мест, но решено было увеличить это число. Учитывая, что у нас в семьях есть и по две машины, и по три, мы максимально хотим расширить количество парковочных мест за счет приобретения дополнительных участков вокруг расселения. Надеюсь, мне это удастся, мы ведем переговоры. А вот застройщик жилого комплекса «Раз-два-три» от графика отстает. Последние здания должны были достроить еще в конце прошлого года. Параллельно застройщик обязан был по закону обеспечить дом парковочными местами. Однако, вопрос до сих пор не решен. Что касается одного из протокольных решений по жилому комплексу «Раз-два-три» – это то, что строительство парковки заканчивается до конца этого года. На сегодняшний день идут отставания от графика порядка двух недель. Данными выездами мы подталкиваем самого непосредственно застройщика к решению этой проблемы. Мэрия не может ввести дом в эксплуатацию, если в нем нет необходимого количества парковочных мест. Сегодня была достигнута договоренность с застройщиком, что он усилит работу, увеличит количество строителей на объекте, чтобы до конца года все бетонные работы были завершены. А вот судьбу жилого комплекса «Три капитана» возможно придется решать в суде. Первый корпус комплекса уже сдан в эксплуатацию, застройщик обратился за вводом второго. Однако выяснилось, что договор аренды у него просрочен. Продлить его невозможно из-за юридической коллизии. Такая инспекция по проблемным объектам будет проводиться регулярно. Это поможет на месте увидеть объемы строительства и возможные риски. В целом, в Сочи ведется большая работа по решению проблем обманутых дольщиков. В начале прошлого года в краевом реестре значилось 28 объектов. По восьми из них ситуация уже исправлена. Штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Такое наказание грозит сотрудникам транспортного предприятия, если они выпустят на линию машину без тахографа. Госавтоинспекция Сочи напомнила о владельцам больших автомобилей о нововведениях с 1 ноября. Вступили в силу изменения в федеральный закон. Они обязывают оснащать автобусы и грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, тахографами. Особое внимание также к соблюдению водителями режима отдыха. Новые требования, значит, и новые штрафы. За выпуск на линию транспортного средства с неисправным тахографом или за несублюдение норм времени управления транспортным средством водителем, ответственность будут нести должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Штраф за данное правонарушение составляет до 10 тысяч рублей на должностное лицо, до 15 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 50 тысяч рублей в случае установления вины юридического лица. В Сочи сегодня начался отопительный сезон. К нему котельные готовились все лето. На курорте прошла масштабная модернизация. В составе предприятия находится 75 котельных, 15 центральных тепловых пунктов и 22 насосных. Из них 4 котельные выведены в консервацию, поэтому остаются 71 действующий объект. На проведение мероприятий по ремонту, по подготовке к осенне-зимнему периоду были запланированы 80 миллионов рублей из собственных средств предприятия. На текущую дату освоено 100%. Согласно утвержденному графику, прошли плановые ремонты и готовы к отопительному сезону 100% котельных. Проведение ремонта как основного, так и вспомогательного оборудования. В основное вспомогательное оборудование вошли не только котлы, но и тепловые сети, насосное оборудование, теплообменное оборудование, газовое оборудование, электрооборудование и оборудование КИПА. Текущие капитальные ремонты в этом году на предприятии было выделено 80 миллионов из собственных средств предприятия, которые полностью в этом году освоены. И 71 объект источника тепло-71 котельных готовы к проведению и входу в зимний отопительный период. Из 400 километров сетей, которые находятся в составе предприятия, полностью все подготовлены, опрессованы. Из них 15 километров было запланировано на капитальный ремонт, полностью замена. Правильно, на сегодняшний день полностью закончено и выполнено 14 километров и 7 заменено. Поэтому, кроме того, что по подготовке к ОЗП предприятие завершило работу, кроме этого, еще на предприятии было запланировано перевод нескольких котельных на природный газ. Это в Хосинском районе и в Адлерском. Это три котельные, которые на сегодняшний день уже подписаны договора с Межрегионгазом. Прошли Ростехнадзор, полученные разрешительные документы и готовы сейчас пускаться, это сезонные котельные. Будут запускаться уже на природном газе. Это 32-33 в Адлерском районе, одноугольная, одножидкотопливная. И в Хосинском районе 21-я, это укрепленная котельная. Кроме этого, планируется еще завершить работы по переводу на жижный газ, это в Адлерском районе, двух котельных. Работа сейчас уже завершается, уже поданы документы в Ростехнадзор, и они тоже в отопительный сон ведут на жижном газе. При замене сети особое внимание уделялось тем сетям, которые уже были, находились, попадали под капитальные ремонты, где было полностью износ 100% изоляции, металла. Поэтому были заменены трубопроводы уже, где на современной, уже с ППУ изоляцией, где уже изоляцию наносили уже непосредственно после монтажа. И при этом производилась также очистка этих каналов, прочистка дренажных трубопроводов, чтобы не было застоев воды в теплотрассах, чтобы как можно максимально сохранить тепло, чтобы меньше было потерь в тепловых сетях. Где-то производили увеличение диаметров для того, чтобы улучшить качество теплоснабжения там, где у людей особенно были моменты, где просто были заужены диаметры тепловых сетей, и поставка тепловой энергии осуществлялась некачественно. Поэтому в этом году максимально было приложено усилий по увеличению этих участков, заменены для того, чтобы население получало в полном объеме ту услугу, за которую она оплачивает. Ярким примером модернизации технического перевооружения на предприятии, это явилась одна из самых больших котельных в Краснодарском крае, это 14-я, которая находится на пригородной 16. В результате этой модернизации было установлено только теплообменного нового современного теплообменного оборудования в пределах 15 единиц. Мощностью составила установка этого оборудования 90 гигакалорий. Помимо этого были разделены, так как это мощная котельная, работает на весь город Сочи, она отапливает три района, это Макаренко район, Завокзальный район и Центральный район. Поэтому в результате модернизации было произведено разделение зон, потому что все зоны находятся отдельно от каждой, с разными параметрами работы. И модернизация привела к тому, что снижение путем установки энергосберегающих насосов на каждый район, своя группа насосов, привело к снижению потребления по электроэнергии. В модернизацию было вложено в пределах 35 миллионов. Модернизация экономии составила в пределах, только лишь, если я не ошибаюсь, по сравнению с 2018 годом, где-то снижение по потреблению электроэнергии в 10 раз. Окупаемость, срок окупаемости составил в пределах полугода. Поэтому все, что было вложено в течение полугода, оправдало полностью себя. Но это еще, кроме того, что снижение, еще и привело к стабильному теплоснабжению района. Теперь не приходится в случае какой-то аварийной ситуации или же отключения, не приходится останавливать котельную. А можно отключать как районами, можно так же и на районах. Была проведена очень большая работа по замене секционирующей запорной арматуры. То есть, чтобы не производить полностью отключение большого количества жилых домов, можно отключать по 2-3 дома в пределах для того, чтобы произвести какие-то локальные устранения, какие-то ситуации. Поэтому 14-я котельная очень дала большой эффект по снижению экономии электроэнергии. И плюс на 14-й котельной установлен турбогенератор по выработке собственной электроэнергии. Поэтому там потребление самое минимальное на 14-й котельной. Хотя она и самая большая и мощная во всем предприятии. В школу всей семьей Госдума приняла поправку, согласно которой ребенок получит преимущество при зачислении в школу, если в ней уже учится его брат или сестра. Поправка касается приема в начальные классы и детские сады. Авторы инициативы отметили, что семьи, в которых дети учатся в разных школах или ходят в разные садики, сталкиваются с трудностями. Родителям сложно вовремя привозить их на учебу по утрам, а потом отправляться на работу. Изменения внесут в Семейный кодекс и закон об образовании. В Сочи представили концепцию оформления городской среды к Новому году. Первыми, кто ознакомился с ней, стали представители санаториев и гостиниц. Как и раньше, ключевыми образами праздничного новогоднего украшения станут ель, снежинка и снеговик. Ательерам рекомендовано использовать элементы, ассоциирующиеся с теплом. Вязаные рукавички, носочки с орнаментом, шапочки и шарфы. Кроме того, в концепции появился новый элемент – снежик. Его прообраз – обычный снежок. Для дневного оформления рекомендовано использовать гирлянды из искусственной хвои, украшенной шарами белого, синего, красного, зеленого и золотого цветов. В ночное время центральное место в оформлении займут светодиодные гирлянды и световые фигуры в бело-синей гамме. На улицах Сочи установят 17 крупных искусственных елей, в том числе на площади искусств, в площади флага, на горнолыжных курортах, около районных домов культуры и в крупных торгово-развлекательных центрах. Также город украсят 263 декоративных флага. А на ограждениях вдоль гостевого маршрута появятся силуэты снежинок и светодиодные гирлянды. Дополняют праздничную атмосферу, арт-объекты и фотозоны. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир высоких технологий, креатива и изобретательства в Сочи продолжает успешно работать Центр молодежного инновационного творчества. Это площадка, где школьников и студентов бесплатно учат основам программирования, 3D-моделирования, компьютерного дизайна и многому другому. Посетители центра могут пользоваться высокотехнологичным оборудованием для реализации собственных научно-технических проектов, например, печатать на 3D-принтере. Расскажет Ольга Десятого. Современные дети не покупают игрушки, а печатают их. Вот, например, этот пингвин, дракон или лев изготовлены не на заводе, а распечатаны на 3D-принтере. Дальше. Инвертируй, следующий режим включи. Вот здесь. Да, да, да. Вот. Нажми на красную стрелочку. Хорошо, окей. Но прежде чем начать печатать, наставник с учениками на компьютере создают с нуля модель будущей игрушки. На этот раз решили напечатать робота. Прежде чем работать с 3D-принтером, мы изучаем именно само 3D-моделирование. А это настоящие инженерные чертежи, это полностью трехмерная графика. Теория изучена, игрушка смоделирована. Можно приступать к практике. А с новым печати. Вау! Все думают, что это крутая штука. На самом деле, здесь ничего крутого. Обычная машина, которая просто работает за счет двигателей и одного нагревательного элемента. А как он работает? Здесь есть экструдер, который двигается по определенной плоскости и выдавливает пластик. Три с половиной часа и 17 граммов пластика. Столько потребовалось, чтобы напечатать игрушку. Кстати, с подвижными руками и ногами. Детали сами автоматически двигаются. И все это можно придумать так, чтобы все за раз напечаталось. Такие станки даже сегодня кажутся фантастикой. Но совсем скоро из научных лабораторий новые технологии шагнут в каждый дом, уверен педагог Александр Трубчанинов. 3D-принтер станет такой же бытовой техникой, как, например, микроволновка. Работать на оборудовании будущего школьников и студентов учат в Центре молодежного инновационного творчества. Бесплатно. Дорогостоящую цифровую технику Центр закупил за счет субсидий от Краевого министерства экономики. Это компьютеры и четыре принтера для печати из пластика. С помощью принтеров школьники, студенты или начинающие бизнесмены могут генерировать новые идеи и реализовывать технические проекты. В основном, конечно, наша аудитория – это школьники. Это школьники старших классов. И сейчас ребята уже понимают о том, что проектная деятельность – это то, в принципе, чем им предстоит заниматься при поступлении в университет. И мы настраиваем ребят на то, чтобы они уже со школьной скамьи придумали свой какой-то проект, может быть, даже стартап или даже какой-то бизнес. После обучения в таком центре школьникам будет легче поступить в технический вуз. Здесь проводят индивидуальные занятия по физике и математике, изучают углубленно. А те, кто хочет связать свою жизнь с дизайном, например, среды, одежду или архитектуры, учатся в центре на курсах компьютерной графики. Для того, чтобы они понимали, что именно они делают, как работать со светотенью, как правильно собрать калаш, так, чтобы он смотрелся естественно, один раз в неделю мы занимаемся академическим рисунком. То есть мы стараемся дать им базу, которая позволит им в дальнейшем освоить творческие профессии, которые сейчас востребованы. Сегодня подобные центры есть сразу в нескольких городах края, например, в Краснодаре, Новороссийске и Горячем Ключе. А вообще, проект работает по всей стране в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Сегодня в России уже 150 таких центров. И, кстати, Сочинский, несмотря на то, что был открыт всего год назад, уже входит в десятку лучших. В Краснодарском крае в следующем году планируют ввести электронные визы. Наш край стал одним из трех регионов России, где будет действовать упрощенный порядок въезда иностранцев. Такая же мера будет принята в Карелии и Алтайском крае в рамках федерального проекта «Экспорт услуг». С 2017 года электронная виза действует для туристов, которые приезжают в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. В октябре этого года режим электронной визы заработал на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К слову, в этом году в Краснодарском крае отдохнуло более 15 миллионов человек. Основная нагрузка – 67% от общего потока – пришлась на летние месяцы. А курорты Краснодарского края стали, по предварительным данным, самым популярным направлением у российских туристов в этом году. Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего. Как сообщает канал Russia Today, чаще всего нотариусам удается выявить фальшивые доверенности. В больших городах на их долю приходится от 55% до 65% от общего числа подделок. Пятая часть от числа выявленных случаев – это поддельные переводы документов, например, образовательных сертификатов или паспортов с искаженными данными. В 10-15% случаев речь идет о подделке завещаний договоров купли-продажи. В Федеральной нотариальной палате отметили, что после внедрения единой информационной системы стало легче проверить подлинность документов. Сочинский государственный университет отмечает 30-летие со дня основания. Мероприятие, посвященное дню рождения вуза, прошло в Зимнем театре. За 30 лет Сочинский государственный университет прошел путь от учебно-научного центра по подготовке кадров и специалистов в области курортного дела и туризма до опорного вуза Краснодарского края. Больше 30 тысяч выпускников СГУ работают не только в нашем регионе. Вуз формирует кадровый резерв всего юга России, готовит профессионалов в компетенциях WorldSkills Russia и волонтеров. Безусловно, Сочинский государственный университет сегодня является лидером в отраслевом образовании и об этом говорят и совместные международные программы и успехи в среднем специальном образовании. Хочу пожелать университету новых амбициозных планов, ярких побед и, безусловно, много-много долгих лет на благо народов России. Всех поздравляю с праздником и желаю, чтобы коллектив Сочинского государственного университета развивался, жил в гармонии. Желаю всем физического здоровья, желаю всем творческих успехов, творческих полетов, научных достижений и очень интересных педагогических инициатив и результатов. Сегодня студенты и весь преподавательский состав собрались в Зимнем театре с 30-летием. Главный университет города, из которого выходят высоко квалифицированные специалисты курортной отрасли, поздравили вице-губернатор Кубани Василий Швец и глава Сочи Алексей Копайгородский. Это только начало вашего большого, мощного, серьезного, уверенного пути по жизни. Но за этот даже промежуток времени вы сделали уже очень многое, добились очень многого. Мы все одна серьезная, большая команда, настроена на победы, на перспективы, на развитие. И, конечно же, гордость нашего города, злечужиного города, это наш прекрасный вуз, который дает серьезных, молодых, перспективных студентов, которые должны просто-напросто переворачивать нашу самую главную туристическую отрасль, создавать новые возможности, новые идеи. В день рождения принято дарить подарки ректору университета Галине Романовой. Их сегодня вручали и представители власти, и коллеги, и партнеры. Все те, кто принимает активное участие в работе главной кузницы профессионалов гостиничной сферы и туризма. Позднюю любовь Островского поставили в Новом театре Сочи. Премьера намечена на 30 ноября. Труппа репетирует с раннего утра и до поздней ночи. Сегодня нашей съемочной группе показали некоторые сцены из спектакля. Ах, если б как-нибудь, как-нибудь мне удалось избавиться от этой напасти, да клянусь всем святым, я сделаюсь хорошим человеком. Главные герои пьесы – Людмила и Николай. Она влюблена, а он – беспутный. Женщина жалеет азартного гуляку, жертвуя для его прихоти последними деньгами. Николай, в свою очередь, волочится за богатой вдовой Лебедкиной. Состоятельной и хитрой. Пьесу «Поздняя любовь» называют лучшим произведением Александра Островского. Написана она полтора века назад, а проблемы главных героев актуальнее сегодня. И детективная история будет, и мошенничество. В общем, очень современная вещь получается. Чувство, вот сколько бы времени не прошло, все те же. И вот на этих страстях возникают вот эти вот различного рода смешные и грустные ситуации. Но любовь побеждает. Петр Ступин – постановщик и режиссер спектакля. Известный актер театра и кино, член труппу театра Армена Джигарханяна, задумывается поменять Москву на Сочи и уже постоянно работать в новом театре. Говорит, труппа здесь хоть и молодая, но перспективная. Анастасия Котляр профессию получила буквально два года назад. И уже главная роль. Этот персонаж, он как бы отчасти и мой, как бы отчасти и не так близок ко мне. Она девушка такая летящаяся, ангел, как говорит ее отец. Вот. Добрый, очень светлый персонаж, который несет вот именно ту искреннюю, настоящую любовь, которая мало сейчас особенно. Именно для этой роли я, наверное, больше старалась какие-то эмоции вспоминать, что вот было когда-то давно, нежное чувство этой радости. Поздняя любовь – одна из самых трогательных пьес Островского. Сам драматург ее назвал сценами из жизни захолустья. Сегодня на сцене еще нет декорации, но атмосфера, задуманная Островским, будет воссоздана, заверяют в театре, в том числе и с помощью звука. В спектакле будет звучать оригинальная музыка известного композитора Федора Пушечникова. Премьера спектакля 30 ноября. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях «Говорит Сочи», в «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществе «ВКонтакте». И заходите на наш канал в «Ютюбе» «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.